всем привет друзья с вами коржик скучный и это игра русская рыбалка 4 и сегодня хочу показать интересный способ фарма на реке нижняя тунгуска значит друзья фарм получается на твердую четверочку по моему субъективному мнению хочу вам показать вчерашний вылов буквально перед сном я кидал палочку это мы будем ловить на болонское удилище самое дешевое поэтому ложится можно на одну палочку есть у вас такого принципе нету смотрите друзья 10 часов назад ровно я отловился значит ловил я муксуна вчера сега омуля это все клюет просто на червя навозного 10 часов назад отловился 11 часов 7 минут назад я начал ловить то есть половина 1 час 7 минут и у меня вышло 410 монет 410 монет просто кидая палочку на червя навозного который стоит копейки который мы добываем с лопатой и поэтому фарм получается чистейший надо покупать не лодку ничего значит друзья давайте пройдемся сразу же магазин просто глянем сколько же стоит моя палочка если смысл ее покупать чтобы приехать сюда и половить здесь рыбу чир и при ловом всякую остальную такую дорогую рыбу на чем на болонское удилище вот вот это вот она видите вот количестве три штуки у меня в рюкзаке стоит всего лишь 352 монеты но это вложение будет реально оправдана какой какая у меня оснастка выбираем значит в тридцать второму уровню я думаю каждый может позволить себе какую-нибудь катушку которую можно просто нацепить желательно конечно калибр который просто очень быстро выматывает леску потом позже объясню почему флюрокарбоновую леску можно ставить 6 8 можно ставить до 9 килограмм но желательно флюрокарбоновую без разных поводков вот такой вот у меня поплавок сайберия инвиз 5 и 5 грамма довольно таки шикарный поплавочек не надо ничего подсекать все работает просто идеально большой крючок вот такой вот красный и червь навозный почему красный хрен узнать клюет да и клюет пробовал другой ну я пробовал то ночью клёва не было рыба клюет чисто днем утром и вечером ночью немножечко все утихает поэтому сейчас я подхожу покажу вам это место где я ловлю вот вот здесь вот этого кирпичика координаты 82 100 достаем палочку через shift закидываем значит днем днем утром и вечером я ловлю на одну палочку а ночью можно закинуть и 2 значит как я ловлю смотрите друзья сейчас ночь клёва не будет смысл какой мы закидываем и просто ждем закрываем катушку нажимаем клавишу shift и держим мизинчик на шифте и ждем когда поплавок просто-напросто утонет ну к сожалению я начал запись ночью поэтому давайте 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 на утром утром мы включимся и я вам покажу как ловить и половлю ровно один час и посмотрим какой форм получился и пап так друзья ну что вот уже утро пришло значит забыла сказать что глубина здесь полтора метра клипсу я здесь не ставлю потому что она у меня далеко не летит но если у вас матч его удилище то здесь клипса как бы 15 метров значит ловлю я на так вот на прищуренном виде как бы чтобы немножко ближе было кидаю вот только вот береза тут поваленная кончается и вот туда вот и кидаю значит закидываю и просто как бы жду на прищуренном виде значит закрываем катушку и просто проводим поводок поплавок взглядом только пол поплавок тонет мы на шифте просто вымотаем леску все смотрите об все поклевка завершилась что у нас здесь чир опять опять забрасываем то же место закрываем катушку и просто провожаем взглядом эта рыбалка для меня очень интересная она такая медитативная необычная и можно оформить денежки потому что на наживку мы ничего не тратим черновозный добывается просто обычной лопатой ну если даже его нету то купить его можно купить за копейки просто конечно возможно бывает даже такое что поплавок проплывет дальше туда аж я ловлю вот где-то 45 градусов влево и 45 градусов право как только поплавок начинает упираться в леску все можно перезабрасывать ну сейчас только вот утро началось и поклевок возможно таких вот и не будет хотя хрен его знает как тут клево организован вчера я же говорю за один час я выловил 50 хвостов чир довольно таки дорогая рыба муксун тоже сик тоже также здесь бывает перед залетает вот смотрите об и просто тянешь на себя через shift наверное маленький будет до маленький чир и обратно вот туда туда дебиро закончается поваленная забрасываем закрываем катушку и просто провожаем взглядом держим на шифте свой пальчик чтобы максимально быстро можно было вымотать кто-то ловит на две палки для меня две палки это слишком геморрно вот смотрите крупная рыбка получилось до палочка и леска одинаковой прочности это не есть хорошо ну просто возьмите себе как бы вы же знаете свою катушку поставьте фрикцион вот на на максимальное значение чтобы она не уходила красную зону даже если клюнет не знает таймень какой-нибудь на 500 килограмм все равно он вам ничего не сломать потому что сработает фрикцион это как бы проверено любая рыба тяжелее чем то что настроен насколько настроен фрикцион на какую массу он ее стравит и не сломается конечно если вы катушку снимете с карповой сборки где у вас она была затянута на 29 да вы сломаете палку возможно леску порвете тут как бы непонятно поэтому сразу же спустите фрикцион на 4 на 5 а потом когда клюнет крупная рыба подтяните на 13 на 13 она находится и все я забываю за фрикцион полностью как вы видите бывает даже крупные рыбы можно попытаться стать вот так вот чтоб он уходил против течения так быстрее устанет он так быстрее встает потому что он плывет по вверх по течению и а я его тащу еще на себя леской он так быстрее устает это как бы такой лайфхак для всех кто ловит на реках вот так вот вот максимально стас найти за что он отход отходил от вас вверх по течению так друзья ну прорубь рыба как конечно крупнее как клюнула при вас смотрите даже может леска кончится метров 84 метра блин конечно желательно здесь поставить метров 300 лески но у меня просто другое как бы не было в кармане я решил просто проверить и решил показать вам все друзья вроде сдалась сейчас еще пару поклевочек покажу объясню еще один момент и уже включимся там не знаю к вечеру к ночи посмотрим как у меня получился фарм да конечно может фарм будет меньше потому что видите размоты сильные но мне советовали даже предлагали вставить леску 9 килограмм лучше это будет или хуже честно не знаю но я стараюсь всегда максимально тоненькую леску использовать чтобы максимально для меня это просто подсознательно легче чувствовать что у меня как бы максимальная как бы так сказать максимально аккуратная сборка и я выловлю максимально большое количество хвостов так все друзья вроде сдался давайте попробуем по поднимать его что же там за бычок сел то наверно муксун муксун кстати друзья 5 килограмм 150 монет так что на максимум если вы будете доставать муксуна то вау это крутая дорогая рыба да все друзья он сдался поплавок уже поднялся кто там у нас до походу вы честно не знаю в этих рыбах сейчас плохо разбираюсь а какая лучше какой какая как выглядит может омуль обычная может чир датчик скорее всего чир на 45 сколько трофей честно я не знаю но 45 килограмм давайте глянем сколько сейчас заработал например на одной рыбке 20 монет 20 монеток получил опять просто подходим забрасываем мы туда делаем прищуривание катушку закрываем держим палец на шифте не надо ничего подсекать не надо ничего дергаться как я это раньше делал просто ждем она плывет поплавочек плывет он резко топит вы просто нажимаете лкм на шифте все очень простое занятие вот все раз лкм все поклевка есть прошлая ночь у меня прошлый час у меня получилось вот муксун дорогая рыба 50 хвостов значит друзья давайте скажу еще что можно поставить крючок 4 можно поставить крючок 6 я оставил 6 поклевки становится рыба становится более мелкая чем минус большого крючка то что может клюнуть очень мелкая рыба такая как тугун такая такая так вот мне михаил говорил гальян тугун или другая мелкая рыба смотрите потопил я пропустил поклевку вот это кстати да минус небольшой что нужно что нельзя отвлекаться если поплавок начинает тонуть очень медленно 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 что мы делаем мы как бы подводим леску до предела это нужно делать на реакции зажимаем контр и подсекаем видели контур нажал и подсек но это нужно сделать только если поплавок тонет очень медленно то есть очень медленно топит только тугун такая мелкая рыба потому что на обычном выматывание лески вы маленькую рыбу не подсечете ну конечно сейчас нора это не получится сделать потому что потому что потому что это нужно выжидать если поплавок тонет быстро просто вы матом если поплав тонет медленно под подматываем леску нажимаем control и у так вот на контроле мы подсекаем и все а потом вы матом надеюсь все 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 нормально я объяснил давайте я еще по форму и посмотрим что будет у нас по фарму возможно многие игроки смогут ловить на два бланка но я же не понимаю смысле смотрите друзья здесь поклевки буквально вот только ты забросил закрыл катушку буквально чуть-чуть она проплывает вот реально поклевка за попелка смотрите все вот рыба вы видите я только забросил клюнул смысла ловить на 22 удилища я вообще не вижу потому что только ты закинул первое второе на первое уже клюет тебе нужно опустить второе удилище на низ взять первое и за это время ты можешь просто терять поклевки поэтому я вот смотрите друзья но я играть не буду смотрите только закинул поклевка только закинул поклевка поэтому я как бы не советую даже головить на два бланка ночью возможно да но ночью перед тем как я включил запись но вот когда мы ждали утро я пробовал поклевок вообще не было чир ночью принципе спит хотя есть возможно поклевки вот смотрите хотя возможно поклевки муксуна там как бы уже вам вам решать ночью можно две палки вот он муксунчик а нет то сих поэтому днем на одну палку в под вполне просто клев бешеный вот мужик высокая ловим 19 минут 20 хвостов друзья а он во много раз дороже чем лечь например незачетный я выбрасываю беру только чата вы его смотрите вот все это просто офигеть друзья приезжайте пробуйте я кайфу от этой рыбалки вот незачетных и выбрасываю все другие давайте вечером уже встретимся и итак друзья еще парочка советов от коржика значит кто-то спросит до какого момента сопровождать поплавок то есть мы закидываем вот на вот эту вот вот это вот тут вот сюда короче мы забрасываем да под конец заброшенной березы вот это вот но докуда вести а я скажу так вы забросили катушку закрыли и вот пока леска не натянется то есть примерно поплавок должно плыть примерно на такой же угол относительно берега как вот береза то есть примерно вот дать сюда поплавок доплывает у декора показываю то есть примерно угол должен быть одинаковый понимаете до того момента примерно он бред бросилась до того момента примерно леска натянется если леска натянет это все уже можно принципе перезабраться потому что нету проводки почти по течению и второй совет если вам принципиально не хочется покупать такое удилище как баланская ну если вы плохо прокачали свой мах вам доступна только баланская вы можете сделать как взять лодку самую дешевую приехать вот туда где я сейчас показываю удилищем вот туда он на 15 метров от берега и просто закидывать на обычный мах я думаю мах у каждого опача такого еще не не было акушок то есть примерно вот 15 метров от берега становитесь и кидаете якорь и забрасывайте точно так же на обычный мах на червяно-возного полтора метра глубина и попробуйте так половить если это видео вы смотрите где-то через 25 лет я утрирую конечно то мне советовали еще здесь вот можно на лодке тоже вот стать между от этих двух ям я могу ошибаться я могу неправильно понимать опытные маховики меня до что я не могу подсечь нормально опытные поплавочники меня возможно в комментариях поправит потому что я не уверен что я говорю везде все правильно я говорю то как я делаю и в принципе что-то получается поэтому не судите строго продолжаем наше движение встретимся уже ночью ой короче друзья я не знаю держал видео на паузе разговаривал разговаривал их и охрен что записалось давайте повтор сделано смотрите друзья только что приваться я вытаскивал вчера на 6 килограмм вот смотрите минут пять наверное сожалению это не увидите блин блин не знаю почему такой тупой обе с ним нажимает кнопки по-человечески наши друзья два совета я давал первые это до какого момента поважать поплавок вот куда мы закинули это понятно вот по краюшек береза и вотзыки да видите по касательной но куда провалcribing провожать по полог до какого момента правильно возможно будет вопрос смотрите друзья вот видите угол относительно берега вот перпендикулярные стою вот и забрасывая березу такого του алда вот на такой же угол примерно и провожать то есть мы забросили смотрите забросили я закрываю катушку сразу и примерно пока до того момента поплавка плывет, до такого вот угла леска натянется и уже проводки по течению не будет, уже рыба точно не клюнет, поэтому примерно вот это вот это вот расстояние, вот этот вот диапазон вот этот вот угол мы облавливаем и второй след, который я хотел вам дать если вы принципиально не хотите ловить на болонские удилища или мачевые, ну наверное все таки болонские потому что если мачевые, то у вас уже довольно таки сильно прокачана поплавочная ловля так, что там клевать будет, да будет, отлично то, смотрите друзья я надеюсь не сорвется берете лодку, самую дешевую, она стоит там 2 монеты по моему, 3 монеты не знаю и просто приезжаете вон туда, где кончается береза ну примерно на то место, куда мы кидаем поплавок вот туда 15 метров от берега, вот там вы становитесь закидаете якорь и просто на обычный мах мах стоит там 50 монет может вам хватит этого и попробуйте так половить, мне так советовали и еще один советик, если здесь через, вы смотрите это видео очень-очень-очень нескоро то возможно чир, конечно же здесь уже перестанет клевать можете попробовать половить вот-вот здесь мне вроде советовали вот здесь между двух ям напротив ручья вот здесь вот тоже только на лодку возможно на мах, на матч можно закидать такое расстояние но честно не знаю и еще, если я допускаю какие-то ошибки опытные поплавочники меня поправят я не говорю, что я говорю, все правильно я говорю, так как ловлю я поэтому давайте включимся уже я в АБС я просто сижу, я не вижу поплавок это включимся уже, когда будем проверять фарм наш так, друзья, ну что две проводки я уже сделал поклевок нету, поэтому я вот именно советую вам с 11 до 4 утра просто не ловить это примерно 10 минут реального времени можно пойти отдохнуть немножечко покурить, кофейка попить все, да, поклевок нету, друзья поэтому, что я еще хотел сказать очень много было поклевок, которые сорвались потому что крючок реально большой и маленькая рыба, ну там нужно уметь подсекать тут нужно выбирать или вы будете ловить более крупную рыбу или ставить мелкий крючок и более комфортно ловить там как бы выбор такой но я предпочитаю большой ставить и более крупную рыбу ловить и так, давайте, друзья, посмотрим сколько мы постояли на точке так, где наша новая рыбка вот, 50 минут как я говорил, 10 минут реального времени вы можете отдохнуть давайте выбираем эту рыбку выбираем эту рыбку вышло 237 монет но я говорю я вам говорил это когда не записывал что очень много времени я убил на вот этих вот кабанов вот, на 6 килограммового вот я доставал привасовую потом в начале я убил очень много времени на вот этого вот кабана и поэтому вышло довольно таки не очень много немного вышло за 50 минут подожди, это я слишком а, это я вообще по-другому зацепил вышло сколько получается 237 монет ну да, довольно таки маловато ну, я же говорю нужно тут все-таки, наверное или крепче леску ставить или, ну, вот так вот тут получилось и ловила не 50 минут ну, хрен его знает вчера мне почему-то получилось больше за час 410 ну, минус еще те 7 минут где-то 380 монет где-то выходит почему нет, не знаю отлично, можно половить ставить крепко-прочнее леску тогда нужно покупать прочнее удилища ну, я же говорю я вам показал принцип вам уже от него, как бы так выразиться, плясать или попрочнее ставить попробуйте половить наш самое дешевое удилище я как бы себе, вот когда уже куплю все, что я хочу я куплю себе уже наверное до матча докачаюсь ну, можно посмотреть баллонку например, попрочнее я вот эту нет, она тоже это все слабенькие баллонки вот эту может 8 килограмм или вот эту а эти с бонусами уже идут это какие-то ультра ультралегкие Кама Мечта вот, отлично но тут уже нужно будет косарик заплатить мне нравится эта рыбалка тем, что она необычная это не троллинг не карповая ловля а именно на поплавок мне она нравится вот и если хорошо клюет ну, катушку я не закрыл леску, видите, унесло если хорошо клюет я имею ввиду, что кабанов мало то фарм получается хороший я мог как бы и не записывать это видео в реале а хотел показать именно все советы сказать все, что я как бы выучил на данный момент все, друзья пробуйте, пробуйте я думаю право на существование такой вид ловли ловля чиро на баллонку вполне вполне оправданно все, всем, друзья, пока до новых встреч пишите вопросы возможно, что-нибудь отвечу приходите на мои стримы каждый день 9, 21, 30 все, всем пока